Известно, что эта кукла сделана замечательной ленинградской художницей Марианной Мотовиловой. Эта кукла интересна тем, что она может двигать головой в разных плоскостях. И еще раз это Маугли, это мальчик очень подвижный, он может принимать разные позы. И позы эти очень интересные, играть такой игрушкой, наверное, было здорово. Идея организовать выставку детских игрушек в музее существовала давно. И в этом году ее начали готовить. Игрушки приносят сами у стюжани, достают из подвалов, из чердаков, где они пылились десятилетиями. А кто-то приносит свои семейные реликвии, с которыми связано немало воспоминаний. Во времена Советского Союза производители старались сделать игрушки как можно более долговечными. Поэтому большое их количество сохранилось в хорошем состоянии и по сей день. Тем не менее, в музей приносят и те игрушки, которым требуется помощь. Почистить от пыли, постирать платье, а то и шить новое. Вернуть на место отсутствующие детали, починить механизм. Мы готовы принять любые игрушки. Конечно, хотелось бы, чтобы они были в хорошем состоянии. Но если игрушка немного повреждена и можно ее починить, мы это сделаем. То есть она будет в надежных руках. Реставрацией занимаются сами музейные работники, на помощь которым порой приходят и волонтеры. Сейчас в коллекции представлено огромное количество всевозможных игрушек, выпущенных в советский период. От простеньких резиновых зверушек до технически сложных устройств. Особенно рады будут в музее заповедники игрушкам, выпущенным в первой половине 20 века. А также посвященные тематике освоения космоса. Устюжане пополнили коллекцию музея уже на более чем 500 игрушек. Сделать это можете и вы. Ваши игрушки вы можете принести в любое здание Великоруссинского музея-заповедника. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север». Продолжение следует... Продолжение следует...